Добрый день, уважаемые коллеги! Решите представить результаты, рестареспективные результаты серии случаев по лечению костных метастазов для облегчения боли и установления локального контроля за ними с помощью черезкожного метода криовоздействия, с помощью лучевой навигации. Криовоздействие выполнялось с помощью одного или нескольких криозондов в условиях малооперационной, либо в КТ-кабинете под внутривенным наркозом. Необходимость применения КТ-навигации была связана с отсутствием визуализации повреждения кортикального слоя кости. В данном случае мы видим здесь возможность УЗИ-навигации при выполнении криобляции опухоли кости. Это как раз место возможного введения криозондов, то, что мы видели операцию на предыдущем слайде. И здесь показана локализация криозонда в головке плечевой кости при проведении процедуры криовоздействия на опухоли. Ну и оценка результатов криовоздействия лучевыми методами с помощью КТ. До и после лечения головки плечевой кости заметен регресс мягкотканного компонента опухоли. То же самое подтверждается по результатам МРТ-сканирования через один месяц после криовоздействия. Гистологическое исследование после выполнения криобляции, утвержденное регрессом по данным лучевых исследований, позволило оценить гистологическую структуру опухоли. С помощью трепанобиопсии выполнено гистологическое исследование. По заключению патоморфологов обнаружена некротическая опухолевая ткань, ну и также фиброзно-костная ткань в очагах поражения. В исследовании были включены пациенты с различной опухолевой локализацией. Это рак легкого, остеосаркома, рак предстательной железы, рак шейки матки, рак молочной железы. Опухоли локализовались в седалищные, воздушные кости, плече, кисти, бедре и грудине. Оценка уменьшения болевого синдрома в течение 7 дней после выполнения криобляции свидетельствует о хорошем обезболивающем эффекте. В полном случае применения у двух пациентов два первых столбика – это один пациент с опухоли плечевой кости и опухоли кисти. Также локальный контроль. Мы оценивали локальный контроль за частью пациентов. Те, которые представлены в последней колонке зеленым светом, мы продолжаем наблюдение в плане локального контроля. Участие пациентов вы можете видеть, что понадобилось выполнение нескольких процедур криобляции. Максимальная длительность локального контроля составила 14 месяцев. У одного пациента развилось бурное локальное прогрессирование процесса. У одной пациентки генерализация процесса по другим локализациям. Таким образом, можно сделать вывод, что криобляция обладает высоким обезболивающим эффектом, также неплохим локальным контролем в содружестве с другими методами лечения, такими как лекарственное лечение, лучевая терапия и имеет достаточно хороший профиль безопасности. Вместе с тем, хотелось бы отметить то, о чем уже не раз говорилось в этом прекрасном зале, о том, что иммунотерапия, криотерапия, за этим будущее. Здесь представлены исследования клонотипов рецепторов Т-лимфоцитов в опухолевой ткани после криовоздействия, через 2 месяца. Синие столбики характеризуют величину, количество клонотипов, составляющих больше 1% новых рецепторов, появившихся после криовоздействия. Зеленые столбики показывают то минимальное количество рецепторов, которое уже присутствовало. Синие – это то, что появилось вновь. Здесь следует отметить, что данные клонотипы являлись с помощью секвенирования МРНК культуры клеток Т-лимфоцитов. Кроме того, оценивается увеличение периферических Т-лимфоцитов, прежде всего CD11C, которые отвечают за антигенно-репрезентирующую функцию, это макрофагия и дендритные клетки в периферической крови, что можно ассоциировать с иммунным ответом на криобляцию и на присутствие в опухоли в организме и в дальнейшем ассоциировать это с исследованиями по возможному регрессу отдаленных метастазов от очага криовоздействия. Спасибо за внимание. Если есть какие-то вопросы, готов ответить. Спасибо, Дмитрий Иванович. Да, пожалуйста, слушаем вопросы. Скажите, пациенты, которые подвергались лечению, получали сопутствующие комплексные лечения или они были подвергнуты изолированной термоаблации без химиотерапии, без лучевых нагрузок и других вопросов? Есть какая-то информация по ним? Все пациенты получали классическое лечение, поскольку метастатический процесс им выполнялась химиотерапия, также введение устомодифицирующих агентов, но на фоне неэффективного лечения, то есть регресса метастатического поражения костей, а также полевого синдрома пациенты были взяты для проведения криотерапии. Да, пожалуйста, микрофон, пожалуйста. Такой вопрос, а пациенты с метастатическим поражением плеча и беда, они не рассматривались как кандидаты на резекционное вмешательство? Нет, они не рассматривались как кандидаты, потому что один пациент с поражением бедра категорически отказывался от резекционного вмешательства, а по плечевой кости могу сказать, что мы рассматривали сначала возможность криовоздействия, а затем уже резекционное вмешательство, и то в том случае, потому что пациент тяжелый, метастазы в головной мозг, это демокарсином легкого, поэтому, в принципе, такое палиативное воздействие рассматривалось как криообляция. Спасибо. Я продолжу вопрос из зала. Скажите, хирурги, онкологи, владеющие методами резекции костей, экономных резекций, принимали участие в выборе метода лечения? Или это было решение только вот именно одного врача? Конечно, принимали такое участие, потому что и они, собственно говоря, и рекомендовали, и просили о том, чтобы возможно ли выполнить криообляцию данным пациентам. Мы рассматривали этих пациентов в качестве наличия противопоказаний для вмешательства и принимали совместное решение о применении данной технологии. Дмитрий Юрьевич, а как Вы планируете выделять именно криогенное воздействие в результатах лечения, если Вы говорите, что пациенты продолжали получать комплексные лечения? Возможно, это все-таки каждый химиотерапевт скажет, извините, это наша заслуга. Все, что мы видим хорошего, это мы добились применением индивидуальных схем химиотерапии. А Вы тут нам мешаете доказать, что мы такие хорошие. Спасибо большое, это хороший вопрос. На фоне консервативного лекарственного лечения пациенты прогрессировали в плане увеличения самих очагов, развития болевого синдрома некупируемого. И в связи с этим криогное воздействие само по себе привело как минимум к облегчению болевого синдрома. Ну а локальный контроль мы можем, конечно, рассматривать более точно и статистически значимо только при сравнении с пациентами контрольной группы, в которой бы проводилось похожее лечение, но без криогного воздействия. Итак, у Вас будут данные по контрольной группе, в которой Вы будете сравнивать количественные показатели при разных методах лечения. В следующем докладе мы их услышим. Обязательно. Спасибо. Спасибо, Виктор Ильич. Прежде чем мы закончим наше заседание, которое, да, у нас речь шла о боли, которую вызывают метастатические раки, мне бы хотелось действительно попробовать им выстрелить, так сказать, выстрелить в проблему, запустить стрелу. Очень часто эти пациенты с метастазами в костях сидят в постели, плачут от боли и больше не проявляют чувствительность даже к морфину или к каким-то другим препаратам, снимающим боль. Качество жизни этих больных настолько плохое, что они молятся о смерти. И эти пациенты, как правило, умирают. И убирают не от болезни, а умирают они, потому что они подвергаются воздействию морфина. И таких пациентов много. К сожалению, слишком много. Уж стоит, наверное, упомянуть, и во что обходится этот синдром с точки зрения, да, именно невыносимости боли. Так вот, мы с вами говорим о том, что криотерапия может снять поль буквально за несколько часов. И у вас в результате пациенты есть, которые поступают под воздействием морфина к вам, а затем через три часа они сидят у себя на постели и улыбаются. И не под воздействием морфина. Не забывайте, пожалуйста, не забывайте о клинических аспектах. Наши пациенты находятся в отчаянном положении. Иногда это люди готовы пойти на самоубийство, потому что они не могут больше переносить боль. У нас есть инструмент, который можно использовать. Конечно, можно использовать всякие терапии, но результаты можно получить только отдаленные. А с криотерапией мы можем получить облегчение буквально за несколько часов. И мне кажется, что с точки зрения теории Гиппократа это очень важно. И риск осложнений в этой ситуации не имеет такого значения. Даже если рука будет парализована после такой операции, это всё равно не важно, потому что пациент не будет чувствовать боль. Поэтому если вы пациенту объясните, что вы делаете, может быть, пациент и согласится на то, что у него будут какие-то неврологические последствия, но у него уйдёт боль, он тогда кровью подпишется под согласием на такую процедуру. Вот таким образом абляция, когда речь идёт о снятии боли, это, наверное, то, к чему мы должны прибегать гораздо чаще. Не только здесь, а по всему миру. Потому что результаты удивительные совершенно. И снятие боли реально происходит. И можно повторять эту процедуру, если необходимо. Продолжение следует...